День юриста Про то, как живут и працуют люди с обмежеванными махчымастями, тим можно быть инвалидами и жить полновартосно. Наш специальный репортаж. Пачастунок для птушек и ваверок. У Плацево-Парковом ансамбле пройшла экологичная акция. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. На первые дни свое профессийное свято значили белорусские юристы. Статус официйного яно отримала в 1998 году. Из этих часов означается в первую неделю снежня. С поспяховыми представниками этой шматгранной и часом непрадказальной профессии сустрелись наши корреспонденты. Профессия юриста шматгадоу выходит у топ-10 самых популярных не только в Беларуси, але и во всем свете. У Гомельской области, у сферы юстиции и правосудия сегодня працойкали 1300 человек. И все у разных накерунках, от адвокатуры до отдела у ЗАГС. Дарачу, у нашем регионе юриста урыхтует две ВНУ, и конкурсы у них достигают 20 человек на место. Очень гибкая профессия, потому что законы меняются каждодневно. И мы, что нам придает возможность быть такими, какими мы есть, мы вечные студенты. Вот сейчас говорят, что очень много юристов. Много, действительно. Но ведь в профессии можно стать первым даже среди огромного количества людей. Для этого только надо приложить силы. Гэта рецепт старшиня Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова применяя и в своем житте. Удостоина шмат леких узнагород. У профессии уже 36 годов. За гэтый час переканалася, гэта не просто работа с паперами и законами, а в первую чергу с людьми. Тому во всех юридичных профессиях важны не только уважливость, серьезность, отказность и принциповость, а ле и умение разбираться о человечных якостях. Наша работа, работа юриста, сродни профессии врача. Но к врачам люди приходят с физической болью, а к нам, адвокатам, приходят люди с душевной болью. Потому что, как правило, к нам обращаются, когда у людей возникают какие-то проблемы. Когда очередное дело провел и в тебя все получилось, это вот в этом черпаешь вдохновение и видишь, что работа выполнена зря. Юристы гэта не только консультанты. У синей форме и погонах их можно сустреть у органах прокуратуры и следства. Им доводится расследовать самые забытанные справы, сутыкаться со злочинцами и урэшти-рэшт одновлять справедливость. Каждое уголовное дело не похоже. Своей, конечно, служебной деятельности, работая с сотрудником, рядовым сотрудником, следователем, выбывая на месте происшествия, мне судьбой не было уготовано применять табельное огнестрельное оружие. Но наши сотрудники сталкиваются с такими моментами. Аркадь Страцякул профессию юриста брал 20 годов тому. Кажа, Мару про гытость детинства и об своим выборы ни разу не пошкодавал. Подобный лёс и у старшего прокурора Людмилы Зызник, заплячима 14 годов стажу. Эта работа очень нелёгкая и она должна быть интересна изначально для того, чтобы человек хотел ею заниматься, чтобы было желание ежедневно расследовать какие-то уголовные дела, либо участвовать в каких-то сложнейших процессах в судах. Юристы не только шукают злочинцов, обороняют правы невиноватых и контролюют захование законов, не которым досталась роля больше романтичная, с получать закаханное пары шлюбом. Жанна Игнатенко у гэтым АПЛОА 15 годов и у весь гэтый час на працу ходить, як на свято, у промоум сэнси. Дякую, чыёй, свои относины узаконили амаль 600 пар. Очень приятно в городе, с тобой здороваются молодые люди. Здравствуйте, как вы поживаете? А вы нас расписывали или вы у нас ребёночка регистрировали? То есть практически мы вхожи в каждый дом, в каждую семью. С нас, с нашей работы начинается летопись семьи. Адвакат, прокурор, нотариус, следшицы, работник ЗАГСа. Спецэцаяльнася ушмат, сутнасть одна. Усё гэтые люди юрысты. Часам у их працы есть рызыка и небезпека, а часам радость и счастье. Але в любым выпадку я не завсёды стоять на обороне правов и законных интересов кожного з нас. Ганна Ковалёва, Алена Василёк, Игорь Марышченко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Святкование 73-й годовины вызволения Гомеля не обмежавалось одним днём. У навучальных установах города протягивается проведение уроков можности, промеркованных до гэтой падеи. Тема дзятинства, паленого войной, для навученцев 25-й Гомельской школы особливо актуальная. Менавито гэтую навучальную установу скончил Барис Царыков, який у 17-годовом узрості отрымав звання Герой Советского Союза за форсирование Днепра. Праз два тыдні, паслятповедного указа президиума Верховного Совета СССР, герой загинул. Дарэчы, прошэння Організація Аб'яднанных Наций 12-го лютага значаецца як «Дзен дзятей салдат». Так называюць неполналетніх, які примали ў делу в войнах і военных конфліктах. Згодна з розными крыницами, толькі ў Вялікай Айчынай войне, ў байвых частях і партызанскіх отрадах, знаходзіся некалькі дзятка ўтысяч неполналетніх. Сыны палка змагаліся і гінули разом з дорослымі. Многі з їх за байвые заслуги узнагороджені орданами і медалями. На жаль, сёння ў живых засталося не шмат юных удзельніка ў Вяліка Айчынай, а тому сустрэчы з такіми людьми оказываюць на сучасную молодь, особливо вялікі ў Плэу. Слава Богу, што ў нас ёсць ті людзі, с каторымі мы можам абщацца, і каторые з первых уст могут дайти до каждого ребёнка і розсказаць, как ўта було, насколька ўта було сложна. Но любовь к сваій Родзіна – це самая главна. Протягываем выпуск. У Гомельскай в області статус інваліда маюць 90 тыс. чалавек. Дзля інтэграція гэтай катэгоры і людзей ў грамацтва реалізуюцца дзержавная праграма, яка я накеравана на психологічну, медыцинску, соціяльну і працовную адаптацію. Як живуть і працуюць людзі з обмежаванымі махчымастями, даведаліся нашы корэспондэнты. Студэнтка-пятикурсніца Аліна Єрбаносінка, хоч і мае пасвічыні інваліда, але бездапаможны сябі не лічыць. Дзяўчына жыве так, што шмат учым, здоровым людзям не ўгнацца за ёй. Натрыманная на курорці травма не перакрысила планы Аліны отримать спеціальність экономіста-менеджера. З некаторога часу ёна учыцца дистанційна, і ашчы паспіваю завоўваць медалю стральбе з пневматичной изброў і з поборництвах па настольным теннісі. За два гады ў інвалідной колясці Аліна прізвычайлася брать пирашкоды, перадолюваць межа. Эта тепер яна трапляю ў любую кропку горда на власным ауто. На лебыўчаскалі дзяўчына добирался на громадскім транспорці с пирасадками. Но не все такі водіцели сознательні очень редко откидываюць пандус в троллебусі, в автобусі. Даже вот щас как бы все должны быть бордюры в ноль, абсолютно в ноль. Ну какой-то хоть там и два сантиметра, но все равно его сделают. Створение безбар'ярна гасяродзе одна з головных мета у реалізации державной программы с шетырма десятками пунктов. В отповеднасті з Йемі сьоліта 63 объекты ГАН для установы аховы здоров'я, соціяльна оздоровленьшая сфера обсталяваны спеціальными пристосованнями для інвалідів-спінальників. У місцях агульних окористань устанавливаються подъємники, уладковуються зручні пешеходні піроходи, выделяються парковочні місці на аутостоянках. На угол заховання право інвалідів-спінальників у громадськім транспорту особливая тема. Зараз у області курсірує більше як 500 автобусів з подъємниками, а маль 701 громадського транспорту мають мовні інформатори. І все для того, каб особливі люди могли отшувати себе полновартосними членами громадства. По Гомельському железнодорожному вокзалу сплошні поручні. Спеціально положена плитка, яка дає можливість відчувати чоловіку інваліду, що от він знаходиться на краю. Аналогічна ситуація зроблена по Калінкайському железнодорожному вокзалу. Сьогодні багато робот в Рогачовському районі, в місці Рогачові. По пониженню бордюрного камня. Ну і сьогодні серйозне внімання вделяється таким об'єктам, як оздоровітельні центри. Ось сьогодні можу сказати, що у нас оборудовано в Пціче, це оздоровітельний центр, оборудовано 5 місць для проживання такої категориї. Савмісно з сопровождаючими ліць, це, як правило, родітелі, котрі оздоровлюють дітей. У Гомельськім обласнім відповідальні в такому положенні психологічного баріра чоловіка. Щобо хтось замікається в себе, вплоть до каких-то суїцидів даже доходить, теж це саме проблема. Тому ми хотіли б, можливо, з органами власи различних уровнів, з различними ведомствами, создати какую-то систему мер по медико-соціальній реабілітації і адаптати таких людей в обществу. Щобо дійсно людина знала, що якщо после операции, допустим, коли він може получить услугу по ранній медицинській реабілітації, коли соціальна реабілітація наступає, коли він має можливість получить санаторно-курортне лічення, т.е. замкнутий цикл має бути. Все це значительно упроститься всем, і качіство работы от цього только улучшиться. Наталія Ігнатєнка, Максим Савін, Валерій Гапанько, Телерадио, компанія Гомель. Вистави оригінальних рукотворних робот, так само яскравые вокальні, хореографічні і театролізовані номары. У добру шатбусі Міжнародны фістываль творчасті сяроды инвалідаў «Мыразам». Йон ладзіцца з метай духовно-маральнага і эстетичнах развіця людзей замежаванымі махчымастями, садзейнічання іх соціалізацій і паўнавартасна інтэграцію громадства. Падрабязнасті у нашым наступным матеріялі. Міжнародны фістываль творчасті «Мыразам» об'яднаў людзей з особливостями психофізічних развіця з 12 районів Гомельшины, а так само прихронічних областей России і Україны. Оригінальні по своїй задумці виконання рукотворні экспонаты, вышиті лялькі, картины, сламяні вырыбы можна було бачить на тематычній выставі. На сцені удзельніки демонстрували своєтворчі здольність у разнастайніх естрадних жанрах. Йоні проставили яскраві вокальні композиції, хорографічні номери і театральні інтерпретачі відомых казок і пісень. Приїжджають діти, конечно, з сложними судьбами, з различними заболеваннями, но фестиваль їх объединяє. Они показывають, які вони таланты, які вони умніці. І, наверное, нам, всем остальным людям доказывають свою силу воли, свою безграничну любовь в жізні, ми важны равняться на таких людей. Они для нас как пример. Одні самодійні артысты на фестивалю добру сё літа приїхали у першыню. Інші уліку постоянных удельнікаў. Наприклад, дружні колікты у Климовській школы-інтерната з Бранській в області наведвая фестиваль «Што год». Творші педагогі і вахованці гэтай специалізованной установы ніколі не упускають махшимості поделиться со своими белорусскими сябрами шастинкой добрать аплай радости. Я люблю участвовать. Я пою хорошо. И мне нравится. Я репетирую с Виктором Наумовичем. Он меня подготавливает. А потом мы ездим и выступаем. Когда мы подошли к Дому культуры, они мне что сказали? А у нас уже здесь свои друзья. Да, Настя? У нас здесь друзья. И мы их увидим. То есть очень хорошее мероприятие. Мы благодарны, рады. Будем принимать участие, выступать. Надеемся на поддержку зрителей. И сами будем дарить свои аплодисменты другим участникам фестиваля. Международный фестиваль творчести «Сярод людей за вмежованными махшимостями мы разом завсёды ладзится при патрынце областных и районных уладов, а так само спонсорской и доброчинной допамоги. Что год до организации мероприемства долучается у всё больше необъяковых людей. Что тысячи цаудельников, предметно возрастает узровень их творчих и выканальницкого майстерства. Тут нема образовых мест, организаторы мкнутся кожных отзначить памятным подарункам. Для многих выход на сцену это уже великая перемога над собой. Вероника Ворошилина, Настасья Кучинская, Игорь Марышенко. Отель радует компания Гомельс Добруша. У Гомельским палацово-парковым ансамбле отбылась экологичная акция «Частуем птушек и ваверок». Зимой птушками и ваверком складано знайсти для себя ежу. И когда в лесе они могут различивать только на себя, то в городе им допомагают люди. У Гомельским парку сегодня живет около 130 ваверок, колькасть птушек подлечить немагчима. Каб подтримать температуру тела у холод, им потребуется больше корму. Организаторы акции мкнутся выхавать у школьников гуманность до природы. У детей была магчимасть подчастовать насельников парка и принять удел у культурно-забавляльной программе. Выглядели ранешний информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин